Двигаемся вперёд. Надо понять, что прощение возникает естественно у человека, когда сердце наполнено, наполнено энергией любви. Энергия любви принадлежит Богу. Между нами она распределяется, если мы с Ним строим отношения. Она приходит к нам свыше энергии любви. Также иногда она приходит в результате хорошего периода, когда планеты хорошо встают у человека в жизни, то тогда у него больше счастья в жизни, и он может больше его отдавать. Но это всё равно ограниченная энергия. Всё равно ты не можешь дать столько близкому человеку, сколько ему надо. Поэтому это не помогает. На это не надо рассчитывать. Как у тебя дела? У меня хорошо, значит, хороший период. А у меня что-то тяжело, значит, плохой период. Но если человек совершает молитву, то и плохой период, и хороший наполняются примерно одинаково. Ну, допустим, если в стакане нет воды или половина стакана воды, если у меня целая бутылка есть, то разницы нет, половина или нет воды. Я наполню полный стакан по-любому. Так? Высшие силы Господь — это полная бутылка, понимаете? На всех хватит. Поэтому не надо беспокоиться о том, плохое настроение у меня или хорошее. То есть надо просто понять принцип, откуда берётся счастье. Оно не берётся от того, что мне дадут его. Или от того, что я сам дам, не наполнившись. Допустим, некоторые женщины, послушав лекции, начинают вести себя искусственно, с мужем хорошо. То есть они смиренно себя ведут, послушно. И ничего не меняется в жизни абсолютно. Они просто вымучивают себя, а потом психуют и говорят, блин, с тобой козлом невозможно строить счастливую семью. Причина, почему так происходит, потому что искусственно не поменяешь себя. Это происходит в результате наполненности. Чем больше человек молится, чем больше он занимается духовной практикой, тем больше у него возможности прощать. Вот, допустим, у меня был такой пример. Один мой знакомый, он в Москве был заместителем перфекта по земельным вопросам района. Ну, представляете, да? Нормальная должность. У него был свой коттеджный посёлок, строился. И была такая жизнь, как он считает, счастливая. Считал. Но его компаньон, он его настолько сильно подставил, что он лишился всего в жизни. Ничего не осталось вообще. Всего лишился. Жена не выдержала и бросила его в результате. Он остался один. И он заинтересовался духовным знанием, начал изучать это всё. И в конце концов он научился молитве. Но прошло несколько лет. И он уже ко всё принял. Он стал счастливым человеком. Но он не смог простить этого человека. Но один раз он попал ко мне в команду, в группу. У нас раз в неделю проводится такой ретрит. Мы проводим совместную молитву. И он попал на такое мероприятие. Оно закрыто, это мероприятие. Но я его пригласил как друга. И он во время этого ретрита вскликнул, простил. То есть, когда молитва совершалась очень сильно, совместно, мы шесть часов проводим это мероприятие. Вдруг неожиданно посреди этого мероприятия у него настолько сильно наполнилось сердце, духовной энергией, что у него растаяло вот это чувство неприятное к этому человеку. Он простил в результате. Понимаете, что такое прощение? И люди, наполненные духовно, легко прощают. Потому что прощение означает, что у меня уже нет боли в сердце по отношению к этому человеку. Я переварил эту тяжёлую судьбу нашу совместно. Переварил означает, наполнился силой духовной. Видите, нам не мы все лишены этой силы просто, и всё. В этом проблема. И мы её не там ищем. Вот человек как решает вопросы своего напряжения? Что он делает? Он смотрит телевизор. Что он делает? Он просто себя развлекает. То есть, он пытается отвлечься от того, что не решено. Допустим, я поругался с женой. Что сделать так, чтобы мне легче стало? Надо смотреть телевизор. Разные виды развлечений в зависимости от того, какая энергия преобладает в психике. Если, допустим, склонность к насилию, надо смотреть боевик. Хочется секса, значит порнуху. Если тебе надо хитрить, то тогда криминальные какие-то там дефективы там всякие. Вот. Ну то есть, это всё потому, что просто я смотрю, получаю то же самое, что у меня, и наполняю счастьем. Но это временная вещь. Это просто от взаимоотношений ты получаешь то же самое, что у тебя, и временно успокаиваешься. Но в сердце проблемы не решаются. Другой способ – компьютерные игры. Просто ускориться. Ну что-то поделать, отвлёкся. Третий способ – пойти в парк, покататься на всякий… Тоже… Отвлёкся. Четвёртый способ – не париться, просто выпить и всё. Отвлёкся тоже. Просто мозги как бы затормозились, они пришли в состояние полного невежества, человек перестал соображать и отвлёкся. А потом же всё возвращается назад. Те же придётся опять вспомнить, что ты в обиде находишься. Не работать с тем. Только наполненность духовная освобождает человека от обиды, освобождает его от трудности. Работает на сто процентов. Даже просто, видите, мы собрались, так как я занимаюсь этой деятельностью, я разговариваю с вами в этом ключе, и вы тоже входите в этот ключ. И вы замечаете, что сердце успокаивается просто от самой лекции. Не то, что я что-то начала делать, а просто послушала, и уже легче стало. Так? Значит, надо самим потом постепенно идти этим путём. Если сердце радуется, нравится всё, значит, надо действовать так же. Так я вам общий принцип объяснил, как восстановить отношения. Не нужно трогать близкого человека. Нужно наполняться изнутри и отдавать ему то, что ему нужно. Что нужно мужчине? Мужчине нужно мужское. Не женское, мужское тоже. Мужчине нужно, чтобы его уважали. Потому что мужчина сам должен стать уважаемым человеком в жизни. Вот женщине трудно вообще мужчину уважать или нет? А? Трудно? Вообще нетрудно. Вообще нетрудно. У женщины врождённой есть склонность уважать вообще мужчин. У женщин. Вообще у любой женщины есть такая склонность уважать мужчин. По природе она склонна к этому. Уважать мужчин. Любого мужчину. Если он ведёт себя как мужчина. То есть только одно условие небольшое. Всё. Больше не нужно никаких условий. Поэтому правило такое. Если жена не уважает, значит ты ведёшь себя неправильно. Надо изучать как правильнее. Потому что некоторые мужчины думают, что если я крутой, как бы деньги в семью приношу. Вот. Ну, квартира есть, пожрать есть, секс есть. Что тебе ещё надо? Она чувствует себя неудовлетворённой. Значит, что-то ещё надо? Значит, ты недостаточно ещё как мужчина развита. Потому что женщине ещё нужно, что когда она капризничает, чтоб мужчина не обращал на это внимания. Спокойно к этому относился. По-доброму. Во время, когда женщина капризничает, не нужно ей философию толкать. Объяснять, что это не так. Нужно просто её успокоить. И всё. Вот, допустим, это сравнивается с тем, как себя капризничает ребёнок. Вот, допустим, маленький ребёнок плачет, и вы ему рассказываете. На самом деле, не было смысла в этом поступке. В каком поступке? Он не соображает ничего в это время. Он просто плачет. Надо успокоить. Женщина, когда она находится в отчаянии, она тоже ничего не соображает. И она просто чувствует чувство отчаяния. И когда мужчина просто её как бы успокаивает, она при этом может его ещё кольнуть пару раз, он должен не обращать на это. Просто продолжает её успокаивать, её потом расслабляет, она становится очень благодарным. Потом извиняется за то, что вела себя неправильно. И мужчина должен спокойно ко всему этому относиться. Это означает мужская сила. Мужская сила тоже берётся от духовной практики. Даже если человек занимается деятельностью, которая ведёт духовной практики, всё равно он наполняется силой. Допустим, многие из вас не понимают, что такое молитва, потому что это уже вершина духовного знания. Но есть разные виды деятельности, которые близки к этой деятельности. Они наполняют человека силой. Допустим, для женщин. Какая практика наполняет её сердце, если она не знает, как молитвой наполниться? Она должна кормить птиц, сажать деревья, ухаживать за садиком возле дома. Она должна заботиться о соседках и о соседях. Она должна успокаивать родственников и делать это из чувства долга. Просто заботиться обо всех. Она должна содержать всё в чистоте, даже подъезд, не только свою квартиру. Она должна стараться делать приятное соседям, родственникам, поздравлять их с днём рождения и так далее. Эта деятельность, она непрактична. С точки зрения практичности, непрактична. Пустая трата времени. С точки зрения любви, приносит колоссальный успех в жизни. Ну, допустим, у меня жена разок взяла, просто соседке принесла пирожки попробовать. Мы жили в большом доме панельном в Москве. И, ну, часто переезжали из одного места в другое. У нас не было своей квартиры. Сейчас тоже пока нет своей квартиры. Я все средства отдаю на развитие нашего деятельности. Для меня это важнее, чтобы все были счастливы вокруг. Нам и так хорошо жить, жена. Итак, мы жили в Москве, в квартире. И жена, когда приехала, только приехала, чтобы познакомиться с соседкой. Она взяла, позвонила ей, напекла пирожки и сказала, вы знаете, я вот сделала пирожки по новому рецепту, не знаю, вкусно или нет. Попробуйте, пожалуйста. Она взяла пирожок, как раз. Вот этого не хватает. Она тут же, жена побежала, сделала, как она посоветовала. Принесла, попробовала. О, вот теперь нормально. И когда жена говорит, ну возьмите все пирожки, кушайте, если вам понравилось. И когда сосед вышел на следующий день на площадку на работу пойти, мы встретились с ним. И он мне улыбнулся. Хотя мы с ним не знакомы. Но он узнал про пирожки. И в течение года у нас были очень глубокие отношения с этим. Хотя мы не знаем друг друга вообще. Мы просто встречались на площадке, здоровались, улыбались и так далее. Просто один маленький поступок родил на целый год вот это счастье. Но когда как бы оно начало затухать, жена опять сделала пирожки. Очень простой методик. Но просто жаба, она в сердце душит. Тебе же пирожки не делают. Чё ты делаешь? Есть жаба у нас у всех в сердце. Её надо душить. Жабу надо душить. Жаба говорит, да чё тебе, чё, у тебя денег много, пирожки делай. Надо души притушить джабу и как бы делать пирожки. Мне часто дарят шоколадные конфеты, которые я не ем. И жена моя тоже не ест, поэтому мы все подаренные шоколадные конфеты складываем в подъезде. Вот есть подъезде есть подоконники. И мы просто на подоконниках кладём коробку, открываем и говорим кушайте, пожалуйста. И первый раз, когда мы это сделали, два дня никто не трогал. Проходили, все думали, что это отрава. Но потом какой-то ребёнок видно проходил, взял конфетку, съел. И кто-то увидел, что одной конфетки нет. Потом сразу через каждый час по конфетке исчезало. Люди ходили, видели, что конфеток меньше и начали есть их. А потом, когда мы выставляли коробку, её сметали за полчаса уже. А почему вы не думали? Я не буду об этом сейчас говорить на лекции, потому что если я буду как бы всё вам расскажу, что надо знать, то многие очень сильно испугаются от этого всего. Поэтому нужно постепенно двигаться к пониманию вещей более глубоким. Есть продукты в благости, в страсти и в невежестве. Продукты в невежестве портят характер, мешают жить часто. Но это так, как мы привязаны к питанию очень сильно, поэтому когда я начинаю об этом говорить, люди очень сильно напрягаются и потом думают, блин, зачем я вообще пошёл на эту лекцию? Эта тема уже такая секретная. Итак, давайте разберём, что нужно мужчине. Первое, мужчине нужно уважение. Нужно, чтобы его считали мужчиной. Его нужно уважать. Естественно, у женщины появляется к мужчине уважение, который ведёт себя достойно. Надо изучать мужчинам, что это значит достойное поведение с женщиной. Достойное поведение означает женщине уступать, прощать, позволять, не трогать её, ну то есть сделать ей полный комфорт в жизни. С точки зрения обычного понимания мужчины это означает жену разбаловать и сделать её неуправляемой. Это ошибка. Когда мужчина так себя ведёт, жена действительно наглеет. Действительно. Так же, как жена, когда начинает служить мужу, мужчина тоже наглеет. Обязательно. Но в сердце увеличивается благодарность. Человек вроде бы наглеет внешне, но в сердце увеличивается благодарность. Женщина расслабляется в семейной жизни, она начинает себе больше позволять, подсмеивается над мужем, там ещё что-то. Но когда он немножечко так раз закрывает краник, то есть он видит, что она уже совсем обнаглела, он просто раз и чуть-чуть поменьше внимания. Она сразу же понимает, что она не права и извиняется и начинает вести себя лучше. Видите, в этом случае человек получает возможность воспитывать, не напрягаясь совершенно. То есть он много делает для близкого человека, тот становится благодарным, а потом когда тот наглеет чуть побольше, а это естественно, он просто чуть-чуть перестаёт разговаривать и сразу же близкий человек отвечает, может не сразу, через пару дней, отвечает тем, что он понял, он пытается вернуть ситуацию назад. Так происходит с детьми. Допустим, ребенок напроказничал, не надо его ругать, в угол ставить, надо просто не разговаривать с ним всё какое-то время. Видите, для того, чтобы не разговаривать, нужна духовная сила. Часто женщина говорит, Олег Геннадьевич, я не могу вот так отстраняться от мужа, мне не хватает силы. Это же более высокая любовь, более высокий вид любви не разговаривать. Смотрите, делать приятное близкому человеку это признак любви, но более низкого порядка. А строго себя вести с близким человеком это ещё более высокая любовь. Она требует ещё больше сил, потому что строгость не означает злоба, отстранение не означает злоба, это означает просто сдержанность в отношениях и всё. Она тоже имеет природу любви, но более высокого порядка. Когда женщина так себя ведёт с мужчиной, он начинает её серьёзно уважать, она вызывает в себе уважение, такая женщина. Итак, есть две категории любви. Первая категория — вкладывать в человека то, что ему хочется в отношения и приносить ему в сердце благодарность. От благодарности невозможно закрыться. Вот, допустим, если я с любовью буду вам читать лекцию, вы не сможете быть неблагодарными. Вам придётся стать благодарными. Даже если вы меня как бы чувствуете, приехал какой-то непонятный человек, из Москвы тем более, не наш. Ну, какая-то опасность есть в сердце, но если я с любовью буду читать лекцию, вам придётся быть благодарным всё равно. Её никуда не денешь, эту благодарность. Она всё равно будет жить в сердце по-любому. Вот, поэтому так всегда в отношениях бывает, что если человек ведёт себя правильно означает, ему кажется, как такой поверхность с точки зрения, которая у нас обычно в жизни существует, это унижение. Вот для мужчины перед женщиной вот так вот это унижение. Женщине вот так вот мужчине постоянно там, это унижение. Женщина не может вообще, ей очень трудно. кто из вас чувствует, что прессует свою мужа, поднимите руку? Есть такие женщины? Вы, да? Вот сейчас мы с вами проведём тренинг. Вот так посмотрите на меня, подумайте о своём муже и скажите, да, мой хороший, вот так вот голову нагните. Нет, нет, женщина же подняла руку. Да, да. Давайте, да. Да, мы хорошие. Чувствуете, как тяжело? Чувствуете, да? Аскезы. Да, если бы рядом он стоял, вообще было бы аскезы. Только о нём подумали, его нет. И то тяжело сказать, да, мой хороший. А если он рядом, так вообще тяжело. Любой женщине, любой женщине тяжело. Потому что это для женщины неестественно быть униженной. Как женщина, так и мужчина, они имеют достоинство. У женщины и женское достоинство. Она считает себя самой лучшей в семье. А мужчина мужское достоинство, он себя считает самым сильным, разумным, самым главным. Женщина самая лучшая, мужчина самый главный. Интересно знать, что в поклонении Богу существует два способа поклонения. Есть поклонение форме Бога, это дарить цветы Богу, освещать пищу перед Ним, украшать икону и так далее. Понимаете? То есть это поклонение форме Бога. И такое поклонение даже вот в культуре в этой вот нашей социалистической присутствовало. Мы приносили цветы Ленину, огонек зажигали перед ним и так далее. Ну то есть очень нежно как бы сдували пыль там вот с этой его статуи. То есть она не должна быть грязной. Если кто-то там написал на ней что-то это вообще расстрелять этого человека надо. Надо все очистить, чтобы она была красивой. вот это поклонение такое в форме Бога. Не в форме Ленина, а в форме Бога. Вот. Это поклонение то поклонение, которое хочет для себя женщина. Женщина хочет, чтобы поклонялись ее телу. Поэтому она тело готовит для поклонения. Тело у женщины должно быть чистым, красивым, нарядным. Вот. Ему надо предлагать цветы, его надо гладить, его надо смахивать пылинки, относиться к ним очень осторожно, преклонять колени перед ним надо, перед телом женщины. Это то, что требуется от мужчины для того, чтобы жена была счастлива. Потому что в сердце женщины такой способ любви, она хочет такого способа любви. Поднимите руки женщины, которые не хотят такого способа любви. Есть такие здесь? Ни одной не подняла руку. Хорошо. Значит, у нас пока вот эта проблема Запада, вернее, проблема, они считают, что это преимущество, пока не начала развиваться. То есть, женщина, когда мужчиной становится, а мужчина женщиной в психике. У нас пока этого нет, так, в нашей культуре. Но женщина это женщина, мужчина это мужчина. Мужчина также хочет поклонения к себе, и поклонение мужчине, оно другую природу имеет. Когда человек приходит в храм, он должен поклониться в храме. Он должен себя вести очень смиренно перед алтарем. Смиренно вести себя должен. Он должен слушаться тех, кто в храме находится, наставников. Он должен кивать головой, и он должен говорить, да, я понял, и потом это должен выполнить в жизни. Он ведет себя как младший в храме человек. Он всегда младший, он не старший. Рядом с присутствием алтаря, священников, он ведет себя очень культурно, нежно и скромно, не показываясь на глаза слишком сильно. Когда идет служба, все очень скромно стоят, они не рисуются. Это нехорошо. Рядом с присутствием вот этого процесса служения Богу. Итак, смотрите, поклонение женщине это поклонение форме Бога или просто иконе. То есть, это очень близкое с иконы пыль снимать, цветочки вешать, пищу предлагать, то есть, и так далее. Точно так же надо относиться к женщине. Тоже надо взять пироженку сказать, пожалуйста, попробуй, может тебе понравится. И даже если женщине не понравится, сама идея, что так сделано, ей очень понравится. И так же понравится, если ей принесут цветочки, даже если эти цветочки не нравятся, она будет счастлива, что муж принес цветочки. Если мужчина приносит украшения, то женщине очень нравится, даже если украшения ей не нравятся. Ей нравится, что он подарил ей украшения. Женщине нравится такой вид отношений, поклонение такое ей нравится. Это поверхностные отношения между мужчиной и женщиной. Но если этих отношений не будет, то ничего не будет вообще. Это тоже нужно. Но это очень поверхностно всё, это неглубокие вещи. Двигаемся вперёд. Мужчина. Вот когда женщина видит мужчину, она должна удивиться. Должна удивиться, какой разумный человек. Стать рядом с ним немножко скромнее. Почувствовать себя рядом с ним не такой умной. Надо, когда он говорит, немножечко кивать. Допустим, говорит что-то, говорит, надо немножко кивать, типа уже заранее я согласен. Вот. Когда он принимает решение, надо сказать, да, это правильное решение. И так далее. Теперь у меня к вам вопрос. Если вы так себя будете вести, потеряете ли вы возможность быть Личностью или нет? Кто считает, что потеряете? Поднимите руку. Вы чё-то такие образованные, что ли, у меня? Никто они так не считают. Наверное, вы просто стесняетесь поднять руку, да? В основном, да. Кто считает, что это делает отношения свободными, такое поведение для женщин? Тоже никто ничего нет. Три человека опять подняло. Хорошо. Это большая тайна, то, что я сейчас сказал. Вот смотрите. По идее, если женщина так себя ведёт, унижена, вот она просто так делает, потому что она боится, может, думать, блин, сейчас начнётся. И она поэтому раскивает ему из страха. То мужчина становится монстром. Но если эта женщина делает из любви, так себя ведёт, просто из любви, то мужчина становится ангелом. Чувствуете разницу или нет? Если женщина из любви просто кивает ему, да, мой хороший, не потому что, а из любви просто, да, мой хороший. Мужчина расслабляется в этот момент. Когда мужчина расслабляется, что происходит? Он готов выслушать мнение жены. Если она сначала согласилась, она говорит, да, хорошая идея поехать в отпуск в Крым. Очень хорошая идея. И он такой расслабился уже. И она ему говорит, у меня только есть один вопрос тебе. У нас там не прибьют? Один маленький вопрос. Я как бы не сомневаюсь, что надо в Крым ехать. У нас там, мы всегда там отдыхаем, там хорошая гостиница. Ну, просто маленький вопрос. Я слышал, что в этой гостинице остановился спецназ. Маленький. Несущественный такой. Интересно, как в этом случае ведет себя мужчина. Он начинает думать, стоит это делать или нет. Потому что ему дали свободу. Но если женщина сразу говорит, нет, мы не поедем, потому что там спецназ остановился. Какая реакция у мужчины? Поедем, никакого спецназа. У мужчины внутри есть существо, похожее на петуха. Слышали, как петух себя ведет? Такой петух у мужчины включается всегда, когда с ним не согласны. Женщина должна понять, что для того, чтобы у мужчины включился разум, надо сначала с ним согласиться, а потом нежно задать вопрос. Это так, как себя надо с ним вести. Это правило, которое надо просто всегда соблюдать. Это закон. Надо согласиться с мужчином. Когда он расслабится уже, что с ним согласны. Дальше надо задавать вопросы. Ну так, как задавать вопросы? Мне просто вот непонятно. Откуда мы возьмем деньги на Мерседес Бенц, если у нас на велосипед даже нет? Вы согласны купить эту машину? Ну конечно, ну как бы небольшой вопрос. И так далее, понимаете? Да, вот так вот. Потому что обычно, когда мужчина что-то говорит, то для женщины это кажется безумием вообще. Господи, откуда вообще такая идея взялась в голову? Точно так же, когда женщина что-то говорит для мужчины, это вообще просто. Но неправильно сразу реагировать на такое поведение, это неправильно. Потому что разное мышление, разное восприятие мира, и женщине нужно всегда согласной быть. Это мужчину расслабляет. Когда он расслабляется, он готов на всё для жены. В естественном состоянии, готов для жены на всё и совсем согласной. Но вообще, если уж говорить о том, что будет дальше, то всегда, когда женщина согласна с мужем, постепенно, постепенно, незаметно, всё происходит так, как она хочет. Например, муж переставил мебель в квартире. А мебель – это энергия женскую природу имеет. Если мебель переставлена, жена никогда не успокоится, пока она не поставит так, как надо. И первое, что нужно сделать, надо сказать, ой, как красиво, ты поставил мебель. Надо, чтобы он забыл про эту мебель. И потом постепенно переставит всё назад. И он даже не вспомнит об этом вообще. Он скажет, а что это, шкаф опять назад поставил? Ну, ты знаешь, как-то вот я убиралась, мне он помешал, и я его поставил на место. Попросила соседа, он поставил на место. Ну, надо же поставить его опять назад будет. Да-да-да, поставим. И всё, он забудет потом, говорит, шкаф. Понятно, да, система? Или мы платье в этом месяце больше не покупаем. Да, не покупаем, нет, ни в коем случае. Всё, не покупаем, у нас нет денег. И потом, надо сесть в какой-то день и начать плакать. Он подавит, что такое? Надо ему сказать, ты знаешь, я такая дура у тебя вообще. Мне вот юбка понравилась, но мы же не покупаем, и я плачу по этому. Надо плакать дальше. А что плакать? Ну, как бы не покупаем, не покупаем, что плакать? Ну, мне понравилось, понимаешь? Мы же не покупаем, я дура, и плачу. Какой результат будет этого поступка? Рейтинг покупки возрастает. И потом наступит момент, когда он пойдёт и купит юбку просто, и всё.